В экспозиционном зале представлены работы участников конкурса. Здесь различные хантыйские орнаменты, выполненные из бисера, подделки декоративно-прикладного искусства. Их мастера-участники приносят в музей, где дальше работы будут оценивать члены жюри. Полина Айваседа – участница конкурса профмастерства. Сегодня в музей одна пришла на консультацию. Исходя из нынешних условий, наш конкурс проходит в режиме онлайн. То есть некоторые мастера изготавливают изделия дома. Если кому-то что-то непонятно, они приходят сюда. Вот сегодня у нас была Айваседа Полина Альвина, мастер нашей сувенирной лавки, которая участвует в нашем конкурсе. Ей было непонятно, как пришить, например, висюльки на наш накосник. Также мастера представляют на рассмотрении жюри три работы в виде фото. И практической частью нашего задания было изготовление вот такого накосника. Конкурс приурочен Году культурного наследия народов в России. Это одно из множества запланированных мероприятий, направленных на популяризацию и развитие культуры коренных народов Севера. Запланированы и проводятся тематические выставки, посвященные культуре, традициям и быту народов Севера. Также мы проводим мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с использованием традиционных технологий. Экскурсии проводятся в соответствии с регламентом антиковидных мер. Посетители принимаем группами не более пяти человек с соблюдением всех правил безопасности. Посетителей каждый месяц, в принципе, по-разному. Январь был очень насыщенный месяц, было порядка 300 человек посетителей. В феврале уже было немножко поспокойнее, к сожалению. Мы всегда рады нашим посетителям. Посетить Варьоганский музей может каждый желающий. Экскурсоводы проведут гостей не только по экспозиционным залам, но и познакомят с национальным жилищем, предметами быта и хозяйства некоренных народов. Отдельная выставка представлена под открытым небом на территории парка-музея. Алена Новик, Василий Лебедев, Александр Быруля. Телевидение Нижневартовского района. Варьоган. Специально для ЮГРА-24.